12-летний Дима почти полгода живет в питерском дворе колодца в брошенном Запорожце. Жильцы смотрят на это сквозь пальцы, как будто так и должно быть. Что сделать такая жизнь сейчас? Родители у Димы есть, по его словам, пьющие и бьющие. Главным аргументом, чтобы сменить родительский дом на автомобильную крышу, стал переезд семьи из Петербурга в более дешевый город Луга. Мне не понравилось то, что из малолюбимого района они переехали. Мне здесь как бы лучше, но нравилось. Местные жители встретили Диму индифферентно, рассудив, что все равно ничего конкретного сделать не смогут. Я конкретно ничего не могу. Вот конкретно я абсолютно ничего. И многие, между прочим. Ну кто может? Специальные какие-то организации, которые, может быть, этим занимаются. Только одна дама, опасаясь, что дети занимаются мелкими автомобильными кражами, обращалась в милицию. Если милиция приезжала, значит могла сообщить в те самые специальные организации. Но вот либо не сообщили, либо организации такие плохо организованные. А у малолетнего автомобильного бомжика с организацией жизни все в порядке. Ну в подвале много инфекций, знаете, ну всякая тут дребедиль. 12-летний Дима активный курильщик, зато осуждает токсикоманов. Здесь дышит климат. Ладно еще курить, так это я понимаю, но дышать климат вообще. Мозги загрязняют. Верится с трудом, что 12-летний ребенок мог всю зиму прожить в ржавом автомобиле и не заболеть. Ну зимой, конечно, очень холодно, но держимся как-то. Ну приносит там, к примеру, свечку там. Наш тоже тепло отдает. Ставим он. На днях кто-то разбил у запорожца стекло, поэтому мы снимаем сюжет в новом жилище Дмитрия, в «Шкоде». Аккумулятор поставил, хоть холодный воздух будет идти. Ну дышишь же все-таки, нагреваешь. Спрашивается, где возьмут аккумулятор. Отвечает, что зарабатывает честным трудом. Ну машина моя, могу и вашу помощь. Наверное, достаточно, чтобы убедиться, проблема налицо. Но вот только решение ее не видно, потому что, в общем-то, всех все устраивает. Я думаю, что я не решу эту проблему, если даже правительство не может решить эту проблему, то я вряд ли смогу чем-либо помочь. А работники соседнего кафе так и вовсе довольны, что беспризорники уминают остатки пищи. Скажу. Мы им помогаем, чем мы можем, как бы вот, что у нас там остается, так мы им даем. Вот такая петербургская сказка, а вернее, быль, про 12-летнего мальчика, у которого две иномарки. «Шкода» и «Запорожец». Корреспондент Сергей Сергеевич Лгазин, оператор Сергей Вольнов. Сегодняшка Питер, прямо от нашего автомобильного домика.